Друзья, мы с вами продолжаем играть в фермер-симулятор Титаниум Эдишн И, как вы помните, у нас сегодня покупка Урсуса Урсуса-погрузчика Тот, который сможет управляться с нашими большими круглыми тюками В общем, сейчас у меня такая задача стоит, небольшая задачка Сгонять на поле номер 7, там у нас стоит комбайн И дожидается, когда мы приедем и заберем у него последнюю порцию силоса Ну, вернее, там у нас буквально один проход остался В общем, мы с вами забираем и тогда начнем уже, поедем в магазин И начнем действительно заниматься, забросим миксер Все вот эти вот тюки, которые у нас с вами есть Кстати, вот тут их еще целая куча тюков с соломой тоже нужно будет собрать Но, в принципе, для начала у нас с вами практически все уже есть Вот остался только погрузчик, о котором я вам сказал И который мы сегодня вот буквально через несколько минут купим Ну, а пока, так как у нас с вами на седьмом поле сейчас идет посев ячменя Нам нужно по-быстрому туда подъехать и дособирать этот силос Буквально один волок остался Вот вы видите, что половина поля уже сделана Там мотается трактор у нас с 15-метровой селкой Действительно, вот именно что мотается Только успеваешь смотреть Туда-сюда, да, гоняет Вот, и последний вот этот вот волочек мы сейчас заберем с вами Я уже не стал писать курс для этого Потому как все равно мы с вами знаем, что вон там обязательно трактор где-нибудь да застрянет Все равно сюда придется приходить, посматривать Или вон там он в деревьях застрянет, или сзади в ограждении Поэтому уже я считаю, что как-то лучше вот так вот в ручном режиме сюда приехать Так, что-то комбайн как-то не туда поехал Куда он поехал, вот интересно Решил там покататься, но я не против Ладно Нет, я не согласен Да не согласен я, как говорил товарищ Шариков Что-то тут он не то Так, дело в том, что в прошлый раз, как вы помните, мы с вами копировали Так, остановить водителя Копировали курс С нашего Кейза И у него, как известно, ширина 10 10 метров Так, в принципе, я могу, знаете, что сделать Я могу попроще, наверное, да Кажется, мы можем вызвать с вами Я вот Я уж так давно не вызывал работников, что не помню Сможем ли мы с вами их вызвать или нет Вот, я нажимаю H и Дядька Черномор там у нас не появился Вот, зато мы можем вызвать работника, кажется, вот сюда, да Да нет, что-то Работники нас игнорируют буквально Так Ну хорошо, если я сейчас подъеду Насколько я помню, должны были вызываться Как так? Вот, вы слышите, да Я вроде бы как нажимаю H Но он что-то раз и остановился Или здесь он вообще не работает на подборе вот этой вот штуки Неизвестно Да Короче говоря, не хочет дядька выходить Ладно Мы попытаемся тогда с вами как-то Разрулить эту ситуацию Давайте посмотрим вот здесь вот Ближайшая точка пути, согласен Полевые работы Подборщик, комбайн, погрузчик Тоже я абсолютно с этим согласен У нас с вами стоит 10 метров Ну, то бишь Как раз то, что нужно Юго-восток, да Это же у нас юго-восток Посмотрим Вот, это у нас юг Это восток Вот здесь вот север Здесь все у нас правильно Край поля отключен Генерировать путь Я что, путь не сгенерировал? Походу, да Точек пути и начать с ближайшего Сейчас посмотрим Да, так и есть Так и есть Я, к сожалению, просто Курс туда записал Поставил, но Как вы видите, что я просто не сгенерировал Сам курс Точки В общем, для комбайна Поэтому давайте мы Сейчас проедемся Ну что, ты будешь хоть что-нибудь делать Или нет? Странно, сыпанул чуть-чуть И опять остановился Вот, досыпал Хорошо Как-то так Неожиданно у нас с вами тут проблемка Возникла И опять остановился И стоит Ага, понятно Так, ладно Сейчас мы Все же попытаемся Проехать с ним Тут уже Вот вы видите Что уже приехал Наш работник Который засевает Все Ну тут мы буквально С вами успели Едва-едва Чуть поближе подъедем Как-то вот так И вот они Наши 12 тонн Не хотелось бы терять Все-таки Это 4 тысячи Практически 5 тысяч Так И я так подозреваю Что нам нужно Еще разок Да, прокатиться Ну тут буквально У нас будет Может тона Может Может две Потому что Тут такой кусочек Небольшой волка Да Около тонны Да и той не будет Потому как сейчас Вон Этот Наш работничек Уезжаем отсюда Все запахал Закультивировал Засеял Короче говоря Так Хорошо Мы тут с вами Немножко застряли Давайте мы Остановим Это водителя Это выключаем Это Отъезжаем Попытаемся Отъехать Вот Как-то так И что-то он поехал Смотрите Непонятно Скорее всего Закончилось У него Да Все или что Да У него по нулям У нас Два комбинированных Пути По идее Он должен поехать И сейчас заправить Вот только Непонятно Почему он С открытым Вот этим Вот едет По идее Вон оно Закончилось Да И Так Ладно Еще немножко На этом поле Задержимся Посмотрим Что он тут Творит Вообще Короче говоря Я так подозреваю Что у нас Получается Опять тоже Какой-то косячок Потому как Хотя у нас Комбинированные Пути Полевые работы Подборщик А ну естественно Вообще Как странно Становить водителя Странно Как он вообще Тут работал Дело в том Что у нас Было выбрано Подборщик Но это Для комбайна Вместо того Чтобы сеять Вот в принципе Он и не понял Что нужно Поехать И заправиться Ладно Нам нужно Выставить Вот так Вот И посмотреть А ну кстати Вообще-то С другой стороны Да Вот Планируешь Одно Получается Немножко Другое Я запланировал Что сегодня Мы с вами Будем полностью Работать на поле Пожалуй Давайте мы Наверное Тогда вот это Вот прекратим Я за кадром Тут попытаюсь Разобраться Потому как Это слишком долго Да Все делать Вот А все же Мы с вами Сгоняем В магазин И приобретем То что мы хотели Тем более Что денежек У нас 94 тысячи Хватает С лихвой И Вот этот Урсус 84 Покупаем И Также К нему Покупаем Вот Frontloader Тот который С круглыми тюками Итого У нас 9 тысяч Еще на балансе Просто Отлично Тут у нас Работник Пашет Так И Вот он Урсус Вот он Как выглядит Этот Красавец Серьезная Уже техника Откровенно Говоря Вот его Захват Хорошо Сейчас посмотрим Как все это Действует Уже Непосредственно На полях Ну вернее На нашей ферме Вот Ну и Как вы помните Я говорил Что Почему я покупаю Такой Собственно Говоря Дорогой Трактор Зачем он нам нужен На коровьей ферме Ресторан Срочно требуется Кукуруза Да где же я возьму Эту кукурузу Нет у меня Поднимаем Как то Вот так Наверное Да Так И Вот она У нас Так вот Работает Захватывает Хорошо В общем Мы купили его Из-за того Что это Трактор Погрузчик Так скажем Трактор Он может Работать И на полях Тут же Когда у него Не будет работы Опять же На том Нашем С вами Двадцатом Поле Двадцатом Да Будет кататься Или с Сеноворошилкой Или С С С Сволковой Жаткой Да и с Прицепчиком То же самое Он может Помотаться Так как Смотрите 50 км в час Он развивает Это просто Отличный Трактор Я считаю Вот Поэтому пришлось Нам с вами Заплатить Такие Большие Деньги 85 тысяч Но у нас Буквально Уже сегодня Будет еще 1030 Вот А пока что Пока мы С вами Сейчас Попытаемся Вот Что-то Интересное Сделать Так Как они Вообще Тут Захватывается Тут все равно Наверное С какой Стороны Его Захватывать Да нет Походу Не Все равно Да Вот Как-то Я Или Может быть Опустить Пониже Странно Или Пониже Или Нужно Захватывать Его Стоя Вот Как-то Так Ну-ка Давайте Вон Я вижу Два Стоя Стоящих Рядом Стоящих Есть Тючка Да В общем-то Правильно Мы с вами Делали Что Вот Эти Тюки Пытались Ставить Аккуратно То что Они там Упали Ну Так Получилось В общем Вот таким Вот образом Мы можем Спокойно С вами Брать Эти Тюки А вот Когда Они Вот так Вот Лежат Это Будет Наверное Проблемка У нас С вами Так Ну Ладно Сейчас Разберемся Всегда В принципе Можно Вейдемана Сюда Пригнать И Наколоть Эти Тюки Я уже Пробовал Получается Те Которые Упали Зато Вот тут Вот Да Смотрите Как Здорово Оп Пошло Так Я сейчас Еще раз Попытаюсь Его взять Возможно У нас Тут Немножко Неправильно С вами Стояла Вот Эта Вот Штука Вот Как То Так Но Не Может Же Быть Чтобы Я Не Захватил Так И Ну Кое-как Куса Криво Мы С вами Его Захватили Хорошо Вейденман Значит Отменяется Сюда Самое главное Теперь Чтобы он Не упал Во время Тряски Какой-нибудь А Такой Может быть Да Вы Видели Чуть Чуть Вот Теперь Пускай Падает Сколько Ему Сколько Душей Его Угодно Вот Хорошо Так И Перемещаемся Где тут У нас Четвертая Да Вот Она Мы Видим Что Смесь Красного Цвета Но Это Действительно Так У нас Сено И солома И Теперь Нам Нужно Собственно Говоря Только Сила Сюда Заполучить И У нас Должна Смесь Состояться С вами Так Скажем Вот Она Правильного Цвета Стала Короче Говоря Вот Этот Миксер Это Просто Отличная Штука По Тюку Того И Другого Мы С вами Забросили Поехали Набрали Силоса Под Завязку Вот И Собственно Говоря Сейчас Высыпем И Коровки Наши Будут Дальше Уже В шоколаде Вот Пошло Наполнение Давайте Сразу Отследим Цены Финансы Статистика По Статистике У нас С вами Коровки Получают Кормушка Смесь 10 11 12 Тон Смеси Вот Я считаю Что по 12 Тон За один Раз Если Мы С вами Будем Сюда Забрасывать Так Вот Интересно Собью Нет То Даже Если У нас Будет С вами Там 500 Коров Как Мы Планируем Нам Не Придется Постоянно Тут Торчать На Ферме Так Хорошо Это Мне Нравится И Я Вот Пока Что Не Убираю Статистику Я Хочу Отследить Когда У нас С вами Появится 100% Производительность Продуктивность Коров Она Не Сразу У Нас С вами Появляется Но Должна Через Некоторое Время Вот Не Зря Мы С вами Сколько Действий Произвели Сено Ворошили Сушили Его Собирали Урсус Вот Купили В общем Теперь У нас С вами Только Покупка Коров Так Вот Этот Я Смогу Забрать Ну По крайней Мере Да Держится Может быть Даже И Довезу Отлично В общем Мне пока что Вот этот Трактор Нравится Значительно Больше Чем Тот Вейдеман Или Какой-нибудь Другой С тем Чтобы Накалывать Эти тюки Все же Вот этот Захват Значительно Удобнее Даже Несмотря На то Что Если Тюк Вот так Лежит У нас Как-то Неправильно Все равно Мы можем Его С некоторыми Конечно же Оговорками Но все же Мы можем Его взять Вот Ну А вот Такой Тюк Тут Как говорят Сам Бог велел Взять Его Вот Он Отлично Так Становится Вернее Берется Да Ну И Загружается Тоже Без проблем Не то Что Те Наколотые Тюки Которые То Выпадают Не туда То Еще Какая-нибудь Проблема Там Вот Отлично Так Ну что-то Коровки Наши Не спешат Смесь Кушать В общем-то Я знаю Что Должно Пройти Некоторое Время Стопроцентная Производительность У нас С вами Точно Будет Просто Нужно Еще Немножко Времени Вот А тем Временем Опять же Да Время Время Тем Временем У нас С вами Уже 17 Тысяч Накапало И вот Сюда Силос Нужно Силос Мы с вами Активно Отсюда Забираем Давным-давно Мы его Сюда С вами Положили Насколько Я помню Это у нас Была Трава Из Амазона Да Амазона Мы сюда С вами Косили Еще Не было У нас С вами Ничего Такого Тем более И крона Не было Денег Не было Но Силос Уже Был Так Закидываем Кормушку Если нам Позволят Это сделать Интересно Емкость Кормушки Так Ну вот Я вижу 24 Тонны И Откровенно Говоря Нам пока Что Не было Сказано Что Какая-то Да Там Проблема Что у нас Переполнение Вот И я Хотел Бы Все же Забросить Проверить Такой Момент Забросить В этот Раздатчик Тюк Соломы И посмотреть Сможет ли Он его Выдуть Это Чтобы не Покупать Тот Выдуватель Для Соломы Ну и Плюс У нас Тут Вот Такой Стремный Момент Немножко Сможем Мы Вот Отсюда Забрать Чтобы Он не Упал Тотючок Как-то Так Аккуратно Попытаться Скорее Сего Нет Скорее Сего Сейчас Грохнутся Все Да Целая Толпень Тут Падает В любом Случа Сейчас Упадет Ну Ничего Нормально Так И Посмотрим Что у нас Соломой Сможет ли Он его Выдувать Или Нам Все Таки Нужен Этот Выдуватель Ну Или Прицеп Фуражный Прицеп Который Собирает Солому Мы Тоже Можем Сами Его Купить И Иногда Траву Собирать Иногда Солому Собирать Чтобы Тюки Не Делать Солома Здесь Не Требуется Да Знаю Я Кстати Смотрите Вот Такого Зеленого Цвета Несмотря На То Что У нас Солома Она Стала Вот А вот Здесь Солома Требуется И мы Можем Ее Выгрузить Да Ну Ка Давайте Смотреть Отлично Выдуватель Нам Совершенно Не Нужен Смотрите Вот Она Солома У нас Появилась Там В хлеву Под этим Навесом В общем Нужно Еще Пару Тройку Сюда Завести Соломы И Все У нас Сами Абсолютно Все Есть Смотрите Трава Сила Смесь Солома Все Есть В общем Для наших Коров Начинается Не жизнь А просто Рай Какой-то Что Хочешь То и Кушай Хочешь На соломе Валяйся Отдыхай Да Хочешь Сила Скушай В общем От такой Райской жизни Я уверен Что они Начнут Давать нам По 110% Молока Молока Навоза И Жидкого Навоза Короче Говоря Всего Так И я Хотел Поставить У нас С вами Появился Новый Трактор Я Хотел Его Поставить Куда Нибудь В группу Вот сюда В группу Это у нас Вейденман Да Пускай в группу Погрузчики Чтобы легко Можно было Между этими Группами Переключаться Вот у нас Группа Номер Три Это Погрузчик Вот один Мы Сразу Видим Кстати Хорошая Вот эта Штука Один из Таких Востребованных Модов Переключатель Групп Вот я Поставил Группу Три Два Погрузчика И между Ними Я переключаюсь Не нужно Табом Перескакивать Через Всю технику Которая Тут есть Вот Или Конкретно Нужен Мне вот Этот Вот Я Нажимаю Альт Четыре Или Контрол Четыре Но я Просто на Альт Перенес И перемещаюсь Вот сюда Здорово Я считаю Это Которые Я Не Собираюсь Удалять Которые Мне Нравятся Курс Плей Вот Этот Вот Групп Вейкл Свитчер И Еще Один Мод Это У нас GPS Кстати Вышла Новая Версия Пока Что Я Не Пробовал Но Говорят Что Очень Хороша Новая Версия GPS Так Ну И Вообще Я Так Думаю Что Раз Вот Этот Выдуватель У нас Сработал То Мы Можем Свободно Сюда Забросить Под Завязку Чтобы Каждый Раз Туда Сюда Не Кататься Соломы Набросать И Потом Отвести И Выбросить В Сарай Кстати Заговорил Я о сарае И буквально Недавно Узнал Что С турецкого Сарай Переводится Как Дворец Караван Сарай Да А у нас Сараи Сами знаете Кто живет А у них Сараи Султан Живет Так Ну И еще Одну Забросим Что-то Коровы Как-то Не торопятся Наслаждаться Жизнью Хотя Вот смотрите Да Морду Туда Сунула Половину Морды Буквально Нравится Наверное И вон Вторая Спешит Сюда же Учуяла Учуяла Запах Смеси Так Хорошо Давайте уж Выбросим И собственно На этом Я так думаю Что будем Заканчивать Мы с вами Все проверили Все работает Все отлично Теперь осталось Дело за малым Получить 500 коров А для этого Нам нужен Миллион С вами Вот Но так как Пока что Ни на что Другое Мы не будем Тратиться То тогда Я думаю Что этот миллион Мы довольно таки Быстро с вами Получим Закупим коров И коровки Тоже нам будут Приносить доход Вот смотрите Да Все Запаса корма В полной кормушке Хватает на 6 дней Ну что ж Отлично 9 тонн соломы Мы с вами Насыпали Будет больше коров Больше соломы Мы сможем Сыпать Запаса смеси Тоже здесь Полно Я поставлю Вот Пожалуй Вот так Вот И мы Навидаемся сюда Через Один-два дня Когда солома Убудет То тогда Добавим Еще немножко Вот Ну что же Я на этом С вами прощаюсь Всем спасибо Кто смотрел Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok